Награда за благородство. Крымчанка уже во второй раз получила возможность отправиться в Мекку и совершить хадж. В прошлом году она уступила свое льготное место маме тяжелобольного ребенка. О своем поступке женщина не жалеет, ведь она сама воспитывает четверых детей. В хадж Римзие Джипарова отправится 8 сентября. Там она будет молиться о мире и процветании в Крыму. В минувшем году хадж смогли совершить 150 крымских паломников. В этом цифра вдвое больше. В священный город для всех мусульман Мекку отправится 322 человека. Уже все они получили загранпаспорта нового поколения. Римзие Джипарова получает документ лично из рук главы Республики Крым Сергея Аксенова. Поступок женщины уступить свое место нуждающемуся руководство оценило по достоинству. Ее имя вновь внесли в список паломников. Благодаря таким людям чувство сострадания, милосердия в нашем народе никогда не пропадет. Это имеют крымчан всех национальностей. И крымских татар, русских, евреев, армян. То есть все, кто проживает на территории Республики. Благодаря таким поступкам дружба укрепляется многократно. И я лично уверен, что Крым будет жить под мирным небом. Расходы крымчан, оформление загранпаспортов и виз правительство Республики взяло на себя. Большую помощь оказали федеральные органы власти и благотворительные фонды. А международный аэропорт Симферополь компенсировал часть стоимости перелета. Дали возможность получить максимально содержательный хадж-пакет. То есть это и проживание в гостиницах, которые находятся недалеко от святых мест. Это трансфер между гостиницей и святыми местами. Это питание. То есть те мероприятия, которые позволят паломникам на пути духовного совершенствования максимально абстрагироваться от тех тягот, которые всегда сопровождают любое паломничество. К своей поездке Римзия Джипарова подготовилась основательно. Она уже ознакомилась с правилами пребывания в священном городе и собрала необходимые для поездки вещи. Знает и о чем будет молиться. Первые за мир на земле. Именно за мир на земле в данное время. Наше такое тяжелое время. И прицветание нашему Крыму. Те, кто не смог в этом году отправиться в МЕКУ, смогут сделать это в следующем. В планах республиканского правительства расширить квоты. По предварительным данным в 2016-м количество крымских паломников составит 600 человек. Ольга Савенко, Александр Смычек. Время новостей.